Молись, брат, попроси Господа благословения на занятия. Постави, Господи, на эти занятия, дай нам веру и вложи в наши уши Слово Твое, чтобы мы жили по этому Слову и не отклонялись ни влево, ни вправо от истинного понимания Слова Твоего. Слава Тебе, Сыну Святому Богу, ныне и приснай вовеки веков. Так, просим, пожалуйста. Включаем. Отлично. Зарядка пошла. Итак, у нас продолжение Евангелия Атеана, 9 глава, о слепорожденном. Ну, коротко напомню, Господь идет с учениками и в Иерусалиме это все происходит. И, ну, где-то в каком-то месте, ну, может где-то, где ворота или что там, или торжеще какое-то, не написано точно. И слепого от рождения увидел он. И ученики его вдруг спрашивают. А, ну, вдруг-то не вдруг. Спрашивают у него. Равик, кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым? То есть другого нету ответа. Главное, грех совершен, и поэтому человек слепой. А как мог согрешить тот, который еще не родился человек? Ну, в принципе, он мог не согрешить, но Господь предизбирает человека. Поэтому, помните, Яков и Исафа. Исафа возненавидел. Якова возлюбил еще будучи во чреве матери. Поэтому, в принципе, у них были все основания полагать, что другого на ничего нет. А Господь говорит, странное-страмное такое. И помните, что он сказал, да? Нет? Третье. И он говорит, ни родителей не согрешили, ни он. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Понятно? Ни он не согрешил. Так он же столько страдал, там, сколько мы посчитали, приблизительно, за 30 лет ему было. Ну, может быть, не 40, но 30, там, 2, 30, 3, 30, ну, 5, может. То есть, он столько был слепым, от рождения ничего не видел. Сознательный уменьшен. Да. Помазал Господь брением глаза ему. То есть, мы тут тоже рассуждали, как у него были глаза. Скорее всего, как бельмо было какое-то на глазах у него. Не то, что у него прям пустые глазницы, не пленка. Как пленка какая-то была. И Господь прям вот так ему как мазнул, он, видать, даже отшатнулся немного. Ну, когда, ну, представь себе, грязью ты ничего не чувствуешь, вдруг тебя грязью начинают мазать. Ну, чем-то жидким, липким, что-то такое, непонятно. Но он стоит до конца, Господь ему помазал и говорит, иди на купальню Силам. Да. И там, а Силам переводится посланный. То есть, Господь показывает пророчество. Исполнилось еще одно пророчество о Христе. Посланный. Посланный. Он послал его. Для чего послал-то он его туда? Он послал. Для чего? Для того, чтобы он незрячий, слепой увидел свет. Или, как тут написано, очень красиво. Я всегда читаю это. И недалеко здесь. Он увидел. Так, ну, в общем, так, где, 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 где. Увидел Солнце Правды, написано. С большой буквы. Слепота послужила ему на добро, так, как через исцеление от нее он познал истинное Солнце Правды. Два слова с большой буквы. То есть, Христа познал. Истинное Солнце Правды. Итак, слепец этот не обижен, не обижен, а облагодетельствован. Наверное, одно из самых длинных слов. Облагодетельствован. Что такое облагодетельствован? Это то же самое, что получил благую весть или благодать. То есть, даром данное спасение. То есть, Христос идет и всем-всем раздает. Вот, поэтому воля Божья очень легко познается. Какая воля Божья? Все, ну, сразу. То воля Божья. Ой, воля Божья. Какая воля Божья? О-о-о. Ничего не знаем. Воля Божья, что все пришли ко спасению. Вот и все. Все, 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 все. А если хромой, там, горбатый. Если старик, слинялый, такая же рот у него. Или бабка такая скрюченная там. Если ты человек, все придите ко спасению. Все. Пока ты жив, Христос всех примет. А некоторые говорят, ой, да ну, чего, я уже там, я уже старый. Да, да, да. Это сатана говорит их устами. Вот в чем дело. Сатана, он залез на человека или в человека и начинает руководить им. Поэтому люди должны увидеть своего врага, как сегодня читали. Кто враг? Не тот, кто там сейчас там за той линией фронта. Нет, это не враги они. Это наши друзья, оказывается. Друзья. А почему? Да потому что, если бы они открыли глаза и увидели солнце правды, они бы сразу прозрели и увидели, кто враг. Он стоит с копытами, рогами, стучит. Он направляет указательный свой коготь вон туда, вон, они вон, враги. Чтобы они увидели, мы должны за них молиться. Чтобы они увидели, мы должны нести Слово Божие этим людям. И молиться. Но перед этим, да, нужно молиться. Перед этим нужно молиться. Потому что без молитвы Господь не даст нам просто исполнить Слово Его Святое. Без мне ничего творить не может. И вот так получилось, что он пошел. И вот продолжаем теперь дальше. Иоанна, 9 глава, 30-33 стихи. Так, нет, нет, 34-38. Сказали ему в ответ. Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус услышал, что выгнали его вон. И нашел его. Сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал, а кто он? Господи, кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему, и видел ты Его? И Он говорит с тобой. Он же сказал, верую в Господи. И поклонился Ему. Ну, много каких-то тут тайн. Непонятно, он видел Его или нет? А Господь говорит, видел. Но если бы мы не прочитали сейчас солнце правды, которую он увидел, мы бы не поняли. Он духовными очами увидел его. А духовные очи у него оказались настоящие прозревшие глаза. То есть, поэтому, не видя Христа, он сердцем понял, что это пророк. Он говорит, это пророк. Он не мог больше знать, потому что и ученики больше не знали. Поэтому Господь сколько можно ему открыл. А теперь говорит, Сын Божий, приближай его. Вот для чего? Чтобы в дальнейшем этот человек рассказывал о Христе, о том чуде, который он сотворил над ним, и все поняли. Да как же мы были такими слепыми-то? Как же сердце-то каменное было? Это же Бог. Это же понятно было, что это Бог только мог такое сделать. И чтобы они уверовали, что человек, вот прямо перед ними стоял не человек, а Бога человек. А для чего это? Чтобы мы с вами, как сегодня батюшка читал, Фома не неверующий, а Фома, который подкрепляет свои сомнения чувственным прикосновениям, но до этого-то вера у него была, да ему надо было это. Он подкрепил это. Утверждающий даже, вот так, утверждающий веру свою через прикосновения. Вот. И это Фома, он не неверующий Фома, он был в поиске, вот в чем дело. Поэтому у нас Фома не верующие все, Ха-ха, Фома не верующие прям. И такие умные все верующие. Попробую веровать, когда у евреев строго-настрого запрещалось дружить с идолами. А вокруг язычники поклонялись людям, царям своим, и говорили, это Боги, это Боги, это Боги. Да ты хоть миллион раз скажи, что Боги, он пошел в туалет, и если он поел чеснока, там чего-нибудь такого, от него несет, и это надо быстрее прятать. Видели, как в Средиземные, в Средиземные, в Средние века замки были. Замки, а туалеты были за стену вынесены. Там, 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 и там, прям сверху, чтобы только воднее. Но, говорит, там столько было уже всего, когда ветер-то поднимался. Ну, а нам говорят, что русские были там такие, у нас туалеты из-под вори были всегда. А Господь что сказал про это? Пошел застан, возьми с собой лопатку и закопай. Да, русские поступали все время правильно. То есть у нас были в земле, в земле затененные всегда, чтобы это ничего не распространилось. Еще туда и бросали траву такую, чтобы полынь там и так далее. Да, и крапива вот это все, которая, ну, вытягивает это все, чтобы чистоплотный был наш народ-то, оказывается. А эти, говорится, сами себе на голову гадили с этих вековушек своих. Ну, на эту тему. Фильм такой был. Он говорит, фараон идет купаться. Скорее, фараону надо идти купаться. То есть они все дела делали, когда купались. В реке, в реке, да? В реке. Ну, да, 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 да. Интересно очень. Это ты вспомнила кого? Моисея, да? А я не помню, какой фильм был. Интересно. Да, 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 да. Поэтому мы про этих язычников сейчас говорим. То есть язычники-то ничего и не знали. Ничего не язычники не знали. Ну, побоготворили толку-то никакого. И Христа вы тоже начали боготворить. Бог там и так далее. Представляете, что бы нужно было делать Господу? Нужно было эти 12 легионов ангелов. 12 легионов ангелов. Это сколько? Ангелов. Вызвать прямо на землю, чтобы они не вились, как это было, помните, в некоторые времена Библия нам рассказывает, прямо они появлялись, там книга Маковейская, прямо ангелы появлялись и в золотых доспехах, и прямо на врага мчались по небу. И они от доспехов были ослеплены, и евреи их побеждали. А там миллионное войско было, не меньше. Представляете? А евреям там сколько? 200 тысяч всего. То есть было такое, ангелы являлись, помните этого, Никодима били ангелы в храме прям. То есть они появлялись, ангелы. И что, Господь теперь, я, Господь, будут доказывать, давайте ангелы, ангелы тут появились. Пилат такой устрашился, Господь ему это говорил. Неужели бы, говорит, если бы отец не послал бы 12 легионов ангелов. А легионы там много тысяч, а если так, по словам Господним, это тьма. Тьма. То есть столько бы ангелов пришло, что бесчисленное количество. Не то, что там 6 тысяч, это один легион умножить на 12. Можем посчитать даже сколько. Но это неинтересно. 72 тысячи, это что, это ничто. Я сейчас закончу, просто мысль этого. Поэтому нужно было подготовить людей. И когда они были подготовлены, помните, идут 36 стих, по-моему, начало, когда это, Евангелие от Луки, 23 глава, 24 глава, идут Лука и Клеопа, и Господь с ними беседует, и говорит, жестоковыные. А почему? Почему? Потому что уже, представим, Богородица, Матерь Божья, она уже молится Ему, как Богу. Почему? Она упала на колени, и потрогала Его, как и Мария Магдалина, как и сестры там его, и так далее, то есть те, которые ходили с ним, Соломия там была. Они уже поклонились Ему, и написано, прикоснулись к Нему. А когда в четвертый раз прибежала Мария Магдалина, и перед пещерой стоит и плачет, виноградник думает, и говорит, винограды там, куда внесли его? А он ей говорит, Мария, она такая, ровуди, и кинулась к Нему прикоснуться, он говорит, не прикасайся ко мне. И все, ну что, жалко что ли прикоснуться? Ну, Господи, что ж ты такой жестокосердный? Она же прям радуется тебе. Сколько радоваться можно? Ты почему до сих пор ученикам ничего не рассказала про меня? Чего ты бегаешь туда-сюда, суетишься все? Ты будь проповедницей истиной. И вот она тогда уже побежала, и сказала, все, я видела Христа, я видела Господа, Он живой, и не прикоснул, не дал прикоснуться. Я, говорит, иду к Отцу моему. А до этого, почему прикасались? Не шел к Отцу Господь, не шел, градация, духовная градация есть. Не стиль мыслей, она хотела прикоснуться? Нет, она хотела прикоснуться натурально, это же понятно все. Он не дал ей прикоснуться, потому что время собирать камни, время разбрасывать камни. Они прикоснулись, и должны были уверовать, что Он Бог. Все, 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 Он вот подготовил всех. И наше неверие человеческое сердце такое пустое, такое каменное, что Господу нужно было еще к самому Петру прийти отдельно. Луке и Клеопе надо отказаться на дороге, и прямо исчезнуть на глазах у них, когда преломил хреб, они его узнали, в этот момент он растворился в воздухе, исчез, и они, немало не изумляясь, они, это Господь, побежали уже, начали говорить, и в этот самый момент, как они начали говорить, мы Христа видели, Он нам явился и исчез, и в этот момент Господь проходит сквозь стены, и является тем, кто там был. Сколько там было апостолов в этот момент из опасений от иудеев, когда он сквозь стены прошел, сколько апостолов было? Давайте считать, сколько их было? 12 все? 12. 12 было. Фомы не было. Фомы не было. Про Фому только что говорил. Фомы не было. То есть 11. Дальше. Иуда-то где? Повесился. Повесился уже. Уже не было. Значит, сколько? 10. 10. 10? Это максимум. Все? 10 человек только было их. А с ними вот когда докс... А, нет, не 10. Я что говорю, 10-то? А кого не было среди них-то еще? Кому отдельно он явился? Не 10 их было. Еще кому он отдельно явился? Которых шли подавок. Кто предал его? Петру. Петру. Да. Он отдельно пришел к Петру, а их там было 9. Петр не смел к ним пристать. Да. Потому что считал себя виноватым. Об этом Иоанн Златоуз говорит в толковании. Да, да, да. Это не написано в Слове Божьем. Это толкование нужно знать уже. А потом Петр тоже к ним присоединился, Господь его присоединил. Он ему явился и сказал, ты прощен. Прощен ты. Все, Петр. Ты все сделал правильно. А почему? Потому что он свое расположение сердца увидел. Он побежал к этому гробу. Его там могли захватить сразу. Он уже все забыл. Все. Когда сказали, что нету Христа во гробе. И сегодня читали. И они увидели. Он увидел и уверовал. Во что? И написано. Ибо они еще не знали, что надлежит ему воскреснуть. Так, а во что тогда уверовал-то? Смысл в чем уверовал? Уверовал первый, что действительно Христа нет во гробе. Они не могли в это поверить. Они не могли. Они были в печали. Ча-ли. И вон. Про Марию. Что злота усталкует. Что она к нему хотела прикоснуться как к человеку. Поэтому он не дал ей прикоснуться. Да, 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 да. То есть не с теми мыслями она к нему. Да, совершенно правильно. Да, да. Не как в мозг. Ты хорошо вспомнила об этом. Поэтому я и говорю, градация есть. Когда он воскрес, они прикоснулись, и все. Они должны были уже знать, что он Бог. А она уже который раз понимает это, а тут прям Христа видит и опять хочет прикоснуться. Господь не дает уже. Все. Это говорит о единокрещении. То есть один раз крестился, то есть умеровал один раз. Второй, второго, как апостол Павел говорит, если ты отрекся от Христа, второго покаяния уже не будет написано. Нет, я, можно вопрос. Ты про легион. Да подождите, дайте я скажу, пожалуйста. Я могу закончить. Да, пожалуйста. Ты что? Ты говорил про легионы ангелов. А сегодня была пробоведь на службе про врагов. Что вы делаете врагами людей? Потому что наш враг это дьявол. Да, да. И вот Господь показывает вам, что он ни одного из людей не сделал себе врагом. И никого не послали, ни легионов ангелов, никого. Об этом и говорится в самом начале проповеди. Говорилось, что ты молишься о поражении врага, человека, да, а на самом деле у тебя вообще врагов не должно быть. Ты даже не должен вспоминать, что у тебя враги какие-то. Против тебя враги могут быть, против тебя. Ты не властен, сатана поднимает против нас всех восстание. Он тебя могут считать. Да, а вот ты не должен. И тогда ты молишься за врагов. И вот один брат сейчас, он уже, Георгий, поднял вопрос и говорит, но я вот не совсем, не до конца пацифист, придумал себе слово такое, христианин не до конца. Если пойдут американцы или китайцы, я возьму оружие, пойду защищать. Он юрист. А потом оказывается, я говорю, а как ты представляешь себе Армагеддон? Вот. Последняя война. Он говорит, воинство Господне будет биться с антихристом, с воинством антихриста. Я говорю, воинство Господне, это праведники? Ну да. Я говорю, они с оружием будут воевать против... Я понимаю воинство антихриста с оружием, ракеты там, пушки. Мы это сейчас все прекрасно видим. Псанцепеки. А... Да. А с той стороны идут, значит, праведники, вооруженные такие, с бородами, как ваххамиты, в общем. Приблизительно. Он такой, ну да. Я говорю, у тебя доморощенное какое-то, как у язычника какого-то вообще. Где это написано, да? Да. А куда блудницу на звери багряном девать? Тогда нам... Где это государство находится? Здесь еще. Написано, войска севера пойдут против войск антихриста. И встретятся они на равнине около Иерусалима. Равнина называется Дура. Да, Дура равнина такая. Где там она? Ну, приблизительно говорят, где равнина там небольшая, Междугор все там, Антеливан, Ливан там где-то все это. Недалеко от Иерусалима будет. Прям там 100 километров. Мегит даже, Игнатьев. Мегит до... Тоже там, ну там же эти... Нет, там... Различные названия идут. И там будет помет до седла верблюдов и кровь будет до... Там по колено там... По коням... По лошади. Гога и Магога, да, князья. Это Роша, да. Роша, да. Все это... И куда это все делать? Он плодичами пожимает. Я говорю, ты вообще ничего не исследовал? Святых мужей что-то приводишь, а исследований-то нет никаких. Китай, США, да подожди ты, Китай, США. Тебе может 150 лет будет, там тебя крик... этот... Заморозят уже, и потом через 2000 лет разморозят. А все еще не будет Китай с нами воевать. и ты что, с этим чувством сердечным, что у тебя враги, они... Будешь жить? Может, США не будет, и Китай по-другому будет называться. Господу-то дай какие-то шансы руководить тобой. Хоть немножко. Китай будет Россия уже. Ну, нет, этого не будет, конечно, ничего. Нет, Россия в другой такой страны. Роша, Раша, она в другой не будет такой страны. Вот если они уже... Ну, может быть, мне такая мысль, что Мария Магдалина там не... Ну, если она уже видела Господа воскресшим первый раз, как ты говоришь, к ногам уже палят, они все вместе. Зачем ты мне? Не, все вместе они... Это написано Евангелие от Матфея. Да, палят к ногам, а зачем бы она плакала, тело унесли, если она воскресшим увидела? Зачем бы она тело... Вот ты ее спроси через Иоанна Златоуста. Иоанн Златоуст спрашивает, а каким голосом Господь произнес ее имя, когда она вдруг повернулась и сказала, Равуни. Он один только сказал, Мария. Каким, говорит, какой интонацией он произнес это? Какой? И написано, сукаризной, сукаризной. Он сказал, Мария. Ну, то есть, ты сколько уже говоришь? То же самое, как Марта. Бегала, бегала, Мария сидит у ног его и в очередной раз там пробегает мимо эта Марфа и такая, встала, руки так, боки, я представляю, как у нас сестры любят некоторые. И такая, Господи, тебе и заботы нет, я тут суючусь о многом, а Мария вот тут сидит и пальцем на палец не ударит. Я же для тебя готовлю. Христу, Господу такое высказать. И он говорит ей как? Что он говорит ей в ответ? Марфа, Марфа. А каким тоном? Вот ты даже уже тон правильный выбрала. Ты даже тон правильный выбрала. Марфа, Марфа. Батюшка, хорошо это произносит. Ох, как вот так еще головой покачает. Вот бы нам пожить-то с ними вместе в этой потеряевке. Марфа, Марфа. Ты заботишься и суетишься о многом. А того не знаешь, что вот сестра твоя избрала благую часть, говорит он. Да. А какую благую часть? Это в другом месте Слово Божие мы находим. Когда он показал вот так и говорит, вот ученики мои, вот матерь моя, вот отцы мои сидят, и братья, и сестры, и дети все мои, вот тут сидят, вот передо мной, слушающие Слово Божие. А Марфа хорошо делала, молодец, вот делала бы свое дело и не влазила куда не надо. А у нее зависть, зависть, что Мария сидит у ног Христа, чуть не прикасается к нему, а Христос от него, ну понятно, веяло какой благодатью. И ей тоже так охота угодить, но ей долго угождать, ей готовить надо, Христос придет, потом это, как это, милующих и питающих нас все это скажет в молитве. И скажет, ой Марфа, как вкусно ты приготовила, все, и прям насладился я здесь такими трапезой, хорошие люди, но когда он это скажет, а Мария прям вот сидит, и он на нее ласково смотрит, и говорит что-то, и сестра и сестра и так же. Я бы тоже возмутилась. Да, ты бы точно возмутилась один к одному, ты любительница возмучаться. Вот Лена, она бы скорее всего выдержала. Наталья тоже бы выдержала. Лена бы там и сидела, и я бы готовила. Наталья, знаешь, что сделала? Кстати, о Марфе. Она одна осталась, понимаешь, все сестры уехали. Это Господь. И она осталась одна и кормила. Там сколько братьев оставалось? 16. 15? 13? 16 братьев сначала оставалось, она одна кормила, понимаешь? А потом уже уезжать им утром, они мне звонят через Володю и говорят, ну мы все, сейчас отъезжаем в 10 часов, а завтрак еще, ей надо посуду мыть и так далее. А Игнативич, да куда ты? Нам еще обедать. А когда ехать-то нам тогда? Они уже решили ехать. Давайте оставайтесь, если... Давайте в баню еще. Да, еще в баню там и так далее. И она говорит, мне так жалко братьев, кто же им готовить будет? Я говорю, не, 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 так уже это... А дальше кто там останется? Но сейчас уже все, никого нету, да? То есть Господь тебе дал, как Марфе, шанс угодить Господу. И ты угодила, не стала не роптать ничего. Я больше роптал за нее, чем она. Поэтому вот так и нужно поступать. И Марфа что должна была сделать? Вот как правильно должна была поступить Марфа, чтобы не получить укоризны? Марфа, Марфа. Смириться и промолчать. Промолчать, хорошо. Еще что? Ты какие? Должна сесть в ног Христа. Вот молодец. Видно, Игоря Дубунова ты часто слушаешь. Правильно. Правильно. Почему не присесть рядом-то? Смириться и промолчать. Присесть, послушать. А еще вопрос можно задать какой-нибудь, когда Господь замолчит? Сказать, Господи, вот ты сейчас это сказал, как интересно. А потом сказать, Господи, прости меня, Христа ради, я пошла, тебя ради, я пошла дальше доготовить. Уж такие ты приятные слова говоришь. Все, я так напиталась. Вот это мне сейчас. Буду думать, готовите. И пошла. А Марию погладила по головке и сказала, младшая ты, моя сестренка, поцеловала бы ее, сказала, умница ты какая, что правильно ты сделала, что сидишь. Слушай внимательно, мне потом перескажешь. Понятно? Вот как нужно поступить было. И в НРУБе меньше 20 было вдвоем. Ну, я думаю, что Марфа была, конечно, постарше. Ну, той, наверное, было, может, лет 18-17. А Марфа там уже 30-летняя была. Ну, не скажу, что... До 16 лет замуж, чтобы вот она была. Как можно... Ну, это не всегда, это не всегда. Да, конечно, что ж ты. Их прям еще, скажу, в 12. Фильм современный появился. Черт, смотри, не мусульмане они были все-таки. Происился фильм современный, на нем все клипы, красивые песни. И там Марфа выбегает, когда лаза, 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 она чуть не пощечина у Христу. Это вообще... Это как можно было снять такое? Она с таким... Выбегает видом. Почему тебя здесь не было? Я тебя послала. Ну, это в песнях. Это просто видимо. Я просто подставляю текст. Я вижу, откуда это, что это может быть взято. Ну, а эти... Бутусов эту песню... Ты, наверное, дурак. Повиси-ка на нем. Помните же это? Это очень... Это очень непонятно. Интересная была. Петр, Петр там... Причем-то Андрей вообще. Андрей, да, Андрей там. И ты, наверное, говорит, Андрей, ты, наверное, дурак. И поют такие. И люди там умиляются. О, о духовном поют. Сумасброды просто. Ну, и видно, жизнь так и не пришли ко Христу. У него и современные какие-то странные... Мамонов. Мамонов, это был еще хуже, чем Бутусов 100%. Прям он был... Он набратил. Тысячекратно. И то обратился, и он говорит, я сам еще до конца ничего не знаю. Я только одно знаю. Нужно измениться. Вот тот, который я был, и который сейчас, это другой человек. Я стараюсь вот вникнуть во все там. И так далее. Но я многое не понимаю. И такие слова сказал, когда фильм «Остров» снялся, и там все вокруг. Остров. Это просто шедевр. Он сказал, кинцо, говорит, сняли, и все вокруг прыгают. Кинцо. А потому что духовного ничего не получают. Они думают, что дали духовно. А там чисто вот то, что пришел, он такой весь в угле, там все, хеерей к нему приходит. Он юродивает. Юродством проповеди. Кстати, я хотел, я хотел, кстати, о юродстве сказать. О юродстве проповеди. Сегодня тоже это считалось. Юродством проповеди. Есть юродство, есть уродство, наверное. И вот именно юродство проповеди, в чем смысл заключается этого слова, как оно переводится, и почему вот эти юродивые, которые у нас, это именно эти юродивые, про которых Слово Божие говорит, или нет? Вот у Игнатия, иначе есть ответы на эти вопросы. Есть ответы. Это другое юродство, не евангельское, а это евангельское юродство. А в чем оно заключается? В том, что тебя обижают, тебя называют там бородатым козлом, там еще как-то, а ты идешь и говоришь о Христе. И не просто говоришь, а что Христос распят был за тебя, Он сам распялся. Он пролил кровь свою, и тебя, ну, чего только ты в какой компании непонятно попадешь. Ну, бывает, что не выберешь нормально, помолишься, а Господь тебе испытания послал. И там отморозки настоящие, ты начал говорить. И над тобой смеяться будут, и все. Это вот есть юродство. То есть, а ты все равно говоришь истину. А ты в их глазах просто, не просто ничтожество, а даже нелюдь. Тебя даже убить, как они говорят, западло. Ты просто мразь какая-то для них. Можешься наградать. Да. Вот это и есть юродство. А на самом деле, что ты правду, истину несешь Христову. И ты любишь людей. Это знает только Господь. Или братья, сестры. Почему нам так вместе хорошо? Потому что мы друг друга понимаем. И даже вот с Леной у нас бывают, там какие-то перетерки. И это все нанивелируется, потому что любовь. Мы идем ко Христу. У нас таких разных мужчин и женщин объединяет Христос. Мы очень разные, но мы одинаковые с другой стороны. Потому что, ну, Лена такие пишет стихотворения, такие песнопения о Христе, когда она говорит все правильно. Разные шестеренки, а стержень один. Вот Марина стихи пишет о Христе, Лена пишет о Христе, Игнать Викторович. сейчас Екатерина Можина тоже улавливает прям. Ну, у каждого что-то есть свое. Ну, оно вообще мне очень нравится. У меня есть местописание, все. Так, значит, а что мы тут читаем-то? Прозревшего. Так, и вот, значит, и он, он еврей, он верует в Бога. Он не может поставить человека на место Бога. И поэтому, когда он слышит Сын Божий, он совсем-совсем близко к Господь, его душу располагает к тому, чтобы принять Господа не просто как пророка, а высшее существо, это Бог. Но он не может принять, потому что нельзя этого делать. Нельзя. Господь так вот на такой грани прошел. Вот давайте дальше прочитаем. Ну, в общем-то, и закончим тут. Толкование. Доколе надеялись, что человек этот скажет в угоду им, его призывали, спрашивали, и при том, не однажды, но когда из ответов узнали, что он мыслит не одинаково с ними, говорит нам блаженный Ферфилат, а расположен к истине, унижает его, как рожденного во грехах. Это не так, мы знаем. Совершенно неразумно поносят его слепотой и думают, что он, как весьма грешный прежде рождения, осужден был на рождение слепым, что не основательно. То есть, мы так скажем, что, помните, Лермонтов, и кто-то камень положил в его протянутую руку. То есть, издеваются и смеются над убогим. А это мы помним, какая, четвертое царство, когда медведицы две выскочили, про Елисея. Третье царство. Третье царство. Третье, наверное. Ну, четвертое про Елисея. Четвертое про Елисея. Четвертое царство, не помню, какая, четырнадцатая, что ли, голова. Это, а, тоже дети смеялись, лысый идет, лысый идет. Лешивый. Ну, пляшивый, лысый, лысый на у него. И, он, видать, без головного убора был, что там, что им там, оно блестело, или что смешно было? 43 года. Вот. И эти тоже, он слепорожденный. Ну, даже он во грехах там родился, и так далее. Ну, вам-то, он слепой, понимаете, он слепой. Ну, милость, суд и милость, истину, веру покажите. Он жестокосерный. Да, такое сердце надо. Поэтому, это к нам относится, к нам относится, ребенок, к нам. Увидишь слепого, хромого, не передразнивая его там, не, там, одноглазого, или у кого-то перекошено лицо, есть, вот там ходят люди, вот так вот, вот так ходят, вот так. Да это он тебе не робота показывает в танце. Надеюсь, это не про нее, не видела ни разу. смотри, чтобы никогда, эти роботы, люди убежали, нету их. Брат, вот, пример такой. Сейчас, подожди, нет, 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 все, это, я понимаю, что, но, как сыны лжи выгоняют его, исповедника истины, вон из храма. Но это послужило ему во благо. Из храма его выгнали, а Господь храма тот час нашел его, обесчестили его за мнение в пользу Христа, а он удостоился познать Сына Божия. Это все про нас, если мы так будем поступать, Господь нас найдет. Иисус, сказано, нашел его, подобно подвигоположнику, который принимает борца, сильно изнемогшего и увенчанного. Прежде он совершенно не видел его, Христа, то есть не видел и после исцеления его. Потому что иудеи, эти злейшие псы, таскали его туда и сюда. То есть пес, это не значит, что собака бежит, и теперь говорят, так, бойтесь там псов, злых делателей, это не значит, что над собак боятся. Псы, это те люди, которые поступают по песе. То есть, а как, из-под тяжка кусают, злобно лают, непонятно. А у псов есть и другие тоже полезные вещи. Ну, собак просто. Теперь он спрашивает, Христос спрашивает его для того, чтобы на вопрос его о том, кто есть Сын Божий, весьма кстати указать на самого себя. То есть, вот Господь такой был утонченной крутости. Это, не знаю, очень сложно. Вместе с этим показывает ему и то, что Господь высоко ценит веру его. Говоря как бы так, столько народа оскорбило меня, то есть Христа, но я нисколько не вменяю им этого. Я об одном заботюсь, о вере. Господи, кто это Сын Божий, говорит он, спрашивает. С любовью спрашивает он, с любовью. Иисус отвечает, он тот, которого ты видел, то есть, интонация много значит, интонация, да. Ты видел, и который говорит с тобою, не сказал это я, исцеливший тебя, сказавший тебе то-то, пойди умойся. Но он говорит сначала, прикровенно и неясно. И видел ты его, а он его не видел, мы читаем. То есть, как видел он? Духомно. А потом и яснее. И он говорит с тобою, тут уже все понятно. И он должен был понять, как видел, потому что он стоял, когда ему говорил, он, этот человек, как бы видел его. То есть, добро Христа, добро Божие, оно проникло в сердце, чтобы он потом, солнце правды, выйдет Христа. Так. А потом и яснее. Слеп был и вообще всякий человек от рождения, то есть, от подчинения рождению, с которым соединено тление. Ну, во грехах родила меня, мать моя. Ибо с тех пор, как мы осуждены на смерть и на размножение через страстное рождение, а то ли вид нашими мысленными глазами распростерлось, как бы какое густое облако. И может быть, та кожаная одежда, о которой, как напоминается в священном писании, бытие 3-21 стих, слеп был, в частности, народ языческий. Мы говорили об этом, и эти язычники, помните, да? И он был слеп от рождения. Например, эллины от того, что облаготворили рождение и тление, стали слепы, по сказанному вам началось несмысленно их сердце. Римлян 1-21. Ну, то есть, то, что они поклонялись человекам, как богам, кумирам. Должны идти и на села, источник крещения, и креститься в посланного. Посланный – это Христос. Это большой буквы. Ибо все мы, которые духовно крестились, во Христа крестились, источник посланного еще. Если сам слепец посланный был Христом, то Христос посылающий. Вот должен быть. Тут немножко с окончаниями то, что перевод, видать, со старославян, со старорусского, вот такой. В посланного. То есть, не посланного, а посылающего. А может быть, посланного от бога. То есть, тут духовное тогда берется еще. Но и то, и то, я думаю, будет верно. И Господь нас посылает. То есть, Бог Отец нас посылает ко Христу, а Христос нас посылает обратно к примирению с Богом Отцом. Вот тут такие дела. Ибо мы, все мы, которые духовно крестились, во Христа крестились, а кто крестится, тот после сего подвергнется и искушением, может быть, за исцелевшего его Христа поведут его предцаре и правителе. Лука 21.2. Посему нужно быть твердым и непреклонно стоять в исповедании, не отрекаться от страха, но если понадобится, стать ей отлученным. Если люди, враждующие против истины, и выгонят исповедника ее, и удалят от святого и драгоценного для них, то есть, от богатства и славы, то найдет его Иисус, и когда врагами будет обесчешен, тогда от Христа будет особенно почтен познанием и основательнейшей верой, ибо тогда наиболее будут поклоняться Христу как человеку с большой буквы видимому и как истинному Сыну Божию. Почему и Святая Мария поистине Богородица, ибо она родила Сына Божия, ставшего плотью нераздельного и в духе естествах единого, который есть Христос Господь. Об этом говорить не будем. Так, у нас что со временем? Все, уже 40 минут. Ну, если не хотите больше. Душно. Да, ладно, душно, да, согласен. Так, вопросы. Так, что ты хотела сказать? Говори. Я хотела три минуты привести о том, что вот показала на ребенка, что нельзя оскорблять тех или там как-то их обзывать или еще что-то. Мы ездили паломническую поездку в свое время тогда еще, когда мы еще по монастырям ездили. Со мной я зла сестра и она окунается в провод. Я говорю, а ты это, чего, за чего ты так болеешь, что ли? Она говорит, у меня дочь болеет. А что? Она говорит, и она мне начала, вот такая у меня история. Дочь у меня вот, ничего не соображает. соображает. А сколько, говорит, ну тогда, наверное, лет, может быть, 12, 13, наверное, может, 14 было. С двух лет, наверное, может быть, даже раньше, ну вот так вот, говорит, как-то у нее отек мозга пошел, внезапный. И мы, говорит, врачи продержали, здесь время протянули. Когда привезли Москву, говорит, мне сказали, на сутки бы раньше, мы бы помогли. Все, уже все, теперь ничего не знаю. и вот ей уже, наверное, наверное, уже лет. Да. И она мне говорит, вы знаешь, я, говорит, начала анализировать, почему со мной так произошло. Первый ребенок нормальный, а второй вот так вот. Она говорит, а я в детстве, у нас, говорит, на улице вот такой же был, отсталый, а мы, говорит, за ним бегали, я всегда, говорит, дразнила. Понимаешь? И как мне, да, вы с ней валимы, как бы, говорит, и подразнивали, говорит, бегали. И вот тебе так, понятно? И говорит, у меня рождается вот такой же ребенок. Я, говорит, вот начала вот это все прокручивать, как это, говорит, вот важно, вот это вот, слова вот эти все наши, которые мы иногда повторяем, говорим, не обдумывая. А дети же, вот правильно ли, она говорит, она оставляет. Нужно детям это говорить, что нельзя это говорить. Так, ну что, это, мурием. Спасибо, Христос, благородицы, подворчество. Достойно, есть яркого истинного, блажит, и Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашей Бога, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафим, безострения Бога Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Сестра Анатолия, поблагодари Господа. Чтобы не сбиться. А, нет, 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 своими словами. Своими словами. Да, да. Господи, мы благодарим Тебя за наши занятия. Благодарим Тебя, Господи, за братьев, за брата Игоря, который проводил нам это занятие. Ложи наши сердца, Господи, Слово Твое, чтобы мы были не только слушателями, но и исполнителями, неисполнителями Его, Господи. Коснись сердец и наших близких, родных, мужей, братьев, сестер, детей наших, Господи. Даруем веру, даруем рождение свыше водительства Духом Твоим Святым. И у нас укрепи, Господи, утверди в вере. Тебя за все хвала, Тебя слава, чистя и поклоняя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Благослови Господь в пути вас. Спасибо, Христос. Давайте обнимемся, наверное, на последнем. Нет, они же еще собираются приехать. Вот Отец, на ум крестил. Это первый в 1991 году крещение. Без очков, видите? Без очков, Вот Отец, на ум крестит. Сегодня очень интересную выставил группу литеринга, Наталья Усатая. Смотрите. Спасибо, Христос. Храню вас за спорю, на пути. Вот, посмотрите, пожалуйста. Отец.